Дежурный по городу слушает. Мне нужна милиция. Это милиция, я вас слушаю. Значит, слушайте, не перебивая. У меня жена приготовлена к повешению. Ровно через час я выбью табурет у нее из-под ног. Я жду переговорщиков. Повторите, пожалуйста, кого вы ждете? В УБОПе есть специалисты, ведущие переговоры. Ну, в общем, с такими, как я. Вы кого-то конкретно имеете в виду? Да, первый. Чибис Александр Сергеевич, второй медведь Виктор Степанович. Кличка гризли. Пусть они будут оба. Вы выдвигаете какие-нибудь требования? Приезжайте. Поболтаем. Внимание. Всем внимание. Ситуация 202. Поболтаем. А он хочет прыгнуть, позовите Сашу, я сказала ему, он идет! Слава Богу! Сашеньке удастся его уговорить! А, опять ты! Ну, здорово! Чего тебя не учили здороваться? Я просто поближе, чтобы с тобой побеседовать. Ты же старый, у тебя уже взрослые дети! Ну что, он еще там? Пока да! Что-то он сегодня долго копается. Саша! Светочка! Светочка, не мешай ему! Он же на работе! Да нет, это он на халтуре. Саша! Тебе с работы звонят! Сейчас спускаюсь! Ну, вот ты мой маленький! Ой, молодец! Слава Богу! Вот вам Анна Андреевна, у вас марсик! И повесьте-ка, пожалуйста, на форчику сетку. Спасибо, Сашенька! Мы больше не будем! Хочется уверить! Пойдем, паразит! Алло! Я слушаю! Меня и кого он требует на переговоры? Кого? Машины здесь! Выезжаем! Саша, что случилось? Какой-то идиот грозится жену срубить! На переговоры требует меня и знаешь еще кого? Господи, только не его! Подожди, я шапку шатку мне! Времени нет! Поехали! Саша, держи себя в руках! Алло! Товарищ полковник, Чибис уже выехал, гризли нигде нет. Его после праздников никто из наших не видел. Ищите, ищите! Во всем бабам его звоните! Есть! Слышь, Серега, может быть, Ленке нужно позвонить? Официантке из Росинки, помнишь, он на Старый Новый Год с ней приходил? Алло! Помню, пришел с Ленкой, ушел с Лариской. Да, дохлый номер искать в жерлогу гризли. Да у него зимняя спячка. Может, оно и к лучшему. Да набирай. Алло! Слышь, Димон, а гризли-то что, фамилия? Нет, звание. А эти ковруные, они откуда? Они не наши, не из Сокола? Чибис наш. Начальник службы психологической разгрузки. Ты еще попадешь к нему. А гризли-опер из Убопа. А что за кипиш такой из-за них? Они же вроде напарники. Были напарниками. Пока жена гризли не ушла к Чибису. Прикинь, у них такие были разборки. Мы даже Витька пристегиваем наручниками в батарее. Вот если сейчас он найдется, еще не ясно, чем все это кончится. Или заложницу мы будем спасать, или эту сладкую парочку разнимать. Да ладно, не гони Димон. В работе они профи. Анатолий Романович, значит, Медведь дома не появлялся? Мобильный не отвечает. За последний месяц он жил в Витебаб. По трем первым номерам тишина. На четвертом меня послали, ну а на пятом у Лариски. Автоответчик. Ты наговорил на автоответчик? Ну а как же, конечно наговорил. Да он мужикам паслался, что в Карпаты собирается. Ты про Чибис говорил? Нет. Твою мать, набирай номер. Есть. Толя, а может он и к лучшему, а? Ребята правы, по-моему мы рискуем. Мы рискуем опоздать, у нас осталось полчаса. И молись, чтобы он оказался у Лариски. Оставьте свое сообщение после звукового сигнала, и быть может вам тоже повезет. Говорит Червоный, Медведь, если ты там, конечно. Тебе не сказали самого главного. Этот урод не просто грозится убить свою жену, он требует для переговоров тебя и твоего друга, Чибиса. Ситуация ясна? Витя, возьми трубочку. Да, я здесь. Витя, Витя! Чибиса нашли? Да, Саня уже едет. Где эта вся чехарда происходит? Левый берег, проспект Ленина, 18. Быстро. Я тут рядом, еду. Ты куда? На зарядку. Ты живу в отпуске. Мне надо форму поддерживать. Я позвоню. Бай. Здорово. Доброе утро, Анатолий Романович. Не очень, а не доброе. Здравствуйте. А вестик, быстро. Последний, 116-й квартир. Сколько у нас времени? Только, чтобы добежать до квартиры. Окна за что ли, на расстоянии 105 метров. Значит так, изолировать этаж, чтоб ни одна падла не ходила. И на цыпочка, как мыши. И лифт нахрен отрубите. Что? Я говорю, лифт надо выключить, а то лишние звуки могут его спровоцировать. Тебя забыли спросить. Броник надень, профессор. Не успею. Пошли. Давай. Пиво, не забыли. Лежим ли поршнями. Давай, гляньте, вперед. Медведь, Виктор Степанович. А второй? Чибис, Александр Сергеевич. А чем доказывается, что это именно вы? У тебя ксивы есть? Черт, дома забыл. У меня тоже только визит. С кем я связался? Ну вы же нас знаете. Может мы войдем? Только не все вместе. Вы не возражаете, если я начну? Входи, медведь. Ухо, проверь. В какой? Анатолий Романович, позвоните Светке, пусть привезет документы Чибису, потому что мало ли, что этот судак мороженый захочет. Ухо есть, все, пошел. Сам пошел. Я вхожу. Я не вооружен. Медведь? Медведь? Да. Сними куртку, медведь. Только медленно. Заходи. Дверь прикрой. Ну что, оценил ситуацию? Угу. Одно резкое движение, я успеваю вырвать стул у нее из-под ног. Особое внимание прошу обратить на веревку. Она не натянута. Что из этого следует? Из этого следует, что если... Правильно. Сдохнет она. Нет удушья. Присаживайся, медведь. А как вас зовут? Михаил Георгиевич Светошин. Очень приятно, Витя. Вы позволите, я закурю? Кури. Можно я вас буду называть просто Михаил? Валя. Миш, а... Пипел куда? На. И окурок тут даже. Все равно скоро здесь все будет в кровище. Вить, он конченый маньяк, пробуй пива. А эту... Женщину в красном как-нибудь зовут? У нее... Старинное русское имя. Ее зовут Сука. Она моя жена. Миш, хотите пивка холодненького? Ну, давай. Давай, давай свое пиво. Только медленно. А теперь так же медленно поменяй бутылочки. Да ради бога. Будьте здоровы. Дешевый трюк. Фокус со снотворным в пиве, я уже знаю. Ты даешь мне чистую бутылку, я что-то подозреваю, заставляю тебя менять, и фокус оказывается в твоей бутылке. Детский сад. Я разочарован. Я очень разочарован. Бать, похоже, он знает все про нас. Я же предупреждал. Без фокусов. Может, вы и альпинистов на крышу загнали? Дить, глотни из его бутылки. От глотка ничего не будет. Сейчас эта сука сдохнет. Ты готова, сука? Миш, вы меня неправильно поняли. Это обыкновенное пиво. Хотите, я из вашей бутылки выпью? Хотите, я и хобби выпью? Хочу. Пей. Информация нужна. Скорее, скорее. Ищем. Ищем. Пробей по военкомату. Наверняка он не консерваторию заканчивал. Пей вторую. Только вторую я не залпом. Пей, пей. Ему, конечно, хана, но он молодец. Слушай, а эта сука давно в петле? Пару часов. Чего натворила? Она спит с директором магазина, в котором работает. Точно знаешь? Точнее, не бывает. Молчи, сука! Молчи, сука! Миш, мы вдвоем его просто порвем. Только скажи, кого? Для этого я вас и вызвал. Магазин Санди. Дорогая одежда. Директора зовут Реваз Зверь, понимаешь? Если через полчаса он сюда не приедет, ей конец. Спокойно. Смотри сюда. Она у тебя тут торчит. Третий час. Ноги дрожат. Потеряет сознание, сорвется. На тебя повесят убийство. С отягчающими. Если отпустишь ее сейчас, максимум психушка ненадолго. Она останется здесь. Правильно. Только давай ее из петли вытащим. Пусть отдохнет человек. Убийство, Миша! Убийство! И Реваза не увидишь. Хорошо. Сними с нее петли. Только медленно. Тихо, тихо, тихо. Через 20 минут она опять будет в петле. Все. Вези Реваза. У тебя полчаса. Он вынул ее из петли. Приготовиться альпинистам. Отставить. Ни хрена не выйдет. Он с нее до ствола не спускает. Витя, как за ручки покажи. Нормально, нормально, батя. Сейчас надо кофе. Тихо, тихо, тихо. Очень много кофе. Милиция. Кофе есть? Ой, если надо, то есть. Надо. Значит так. Клиент ведет себя вовсе не как психолог. Согласен. Он совершенно вменяемый. Я именно это и сказал, умник. Погоди ты, не кипятись, Витя. Давай начнем с географии. Ты рисуй, все рисуй. Короче, квартира вот таким образом выглядит. Петля вот здесь. Практически по центру. Окна зашторенные. Снайпер отпадает. Альпинисты тоже отпадают. Есть риск потерять заложницу. Это точно. Какие у нас варианты? Вариант только один. Дождемся, когда привезут Реваза. Покажем выезды. Будем торговать, словить момент. Не знаю. Других вариантов я не вижу. Анатолий Романович, разрешите обратиться к подполковнику Чибису. Обращайся. Сань, вот тебе документы привезли. И вот еще передали. Спасибо. Стоп. Я понял, что меня напрягло. То, что он пива не захотел пить. Нет. В квартире полный порядок. Нет никаких следов потасовки. Ты что, хочешь сказать, что она сама в петлю залезла? Не знаю. Но я вот помню, когда я Светку ревновал, у нас квартирка, мягко говоря, видоизменялась. Погоди, а может она не заложница, а просто ему подыгрывает. Такой ужас просто так не сыграешь. Ты вот лучше скажи, что ты насчет нашей беседы думаешь. Ну, во-первых, в таких проявлениях ревности клиент нервничает, а этот спокойно рассудителен. Во-вторых, они выдвигают требования, не вступая в длительные переговоры. Потом получают свое, потом до них доходит, что они натворили, и начинают торговаться, чтобы спасти себе жизнь. Соседей надо опросить, пока нет основной информации. Твои команды ждали, уже опрашивают. Товарищ полковник, пришли последние дамы. Святошин Михаил Георгиевич, 1955 года рождения, предприниматель. В армии не служил, в органах никогда не работал. Вот ты раз. Нормально. И откуда ж тогда он столько всего знает? Да, и по указанному адресу, и вообще в городе магазин Санди не зарегистрирован. А вот это уже полный пинцет. Ищите, опрашивайте всех, ищите любую зацепку, любую зацепку. Я, конечно, извиняюсь. Вы ищете магазин, в котором она работает? Ищем, да, да вы присаживайтесь. Вот. Нигде она не работает. Домохозяйка. Муж на работу, она ко мне в гости. А то я к ней в гости зайду, а то и переночевать можно, если муж к командировке. Скажите, а они вообще часто ссорились? Она ему действительно изменяла? Меня Вера Ивановна зовут. Извините, Вера Ивановна. Скажите, а к Михаилу часто захаживают там друзья, знакомые? Скандалов никогда не было, дружков не водил. Один только вот тут месяца два назад за последнее время раза три появился. Ну должна же быть какая-то причина, чтобы у нормального человека вдруг сорвало крышу. Так я же вам и говорю, не он это всё. Как? Значит, это, подождите, подождите, в квартире не Михаил? Там не хозяин квартиры? Это уже не Михаил. Потому что такое с человеком может только нечистая сила сделать. А, ну понятно. Вера Ивановна, извините, нам пора человека спасать от нечистой силы. А ты зря шутишь. Ты ещё попомнишь мои слава. Вера Ивановна, а вот тот дружок, который пару месяцев назад появился, он на Кавказца не похож? Нет. Он белопрысенький такой, наш. Нормальный. Ага. Если Реваза не существует... Значит, его надо придумать. Вера Ивановна. Да. У вас тут какой-нибудь рынок попрестить есть? Уснёт. Не, не, дойдём. Я пойду за базар отвечу, машину возьму. Вон тот годится. Здорово, брателло. Тебя как зовут? Воно. А что нужно доблесть на милиции? Послушай, Вань, помощь твоя нужна. Пойдёшь с нами. Долгу не останусь, не боись. А я не боюсь. Тамара, посмотри за товаром. Я скоро вернусь. Я же скоро вернусь. Врать не буду. Ну, вернёшься. Сегодня. Давай, дорогой. Двигайся, двигайся. У нас времени нет. Шевелись, шевелись. Успеваем? Успеваем, успеваем. У нас ещё почти одна минута. Отдышись. Где Чибис? Чибис уже там. Саша, порядок. Мы на месте с Ревазом. Если то, что ты мне там в машине рассказал, это правда, слушай, я туда не пойду, честное слово, да. Никто тебя, дорогой, туда и не пустит. Михаил, как обещали, привезли Реваза, хотели с ним поговорить? Реваз, ты здесь? Да, да, я здесь. Чем могу помочь? Ты директор магазина, в котором работает моя жена? Да, это я. Что случилось? Заходи, разговор есть. Сейчас зайду. Саня, торгуйся, слышишь? Виси у него на ушах. Да, давайте, женщину, отпустим. Посмотрите, у неё ноги-то подкашиваются. Пусть войдёт Реваз. Я тебе сейчас зайду. Михаил, нет, нет, нет. Мы все свои обещания выполнили. Сколько стоит уйти отсюда? Я тебе сейчас уйду. А хотите, я встану в петлю вместо неё? Медведь женщину уведёт, приведёт Реваза, у вас будет три заложника. Зови Медведя. Вить, иди сюда! А сам лезь в петлю. Я не вооружу. Медленно стою на стульчик. Сейчас медленно снимаю с неё петлю. Стоять. Мочи его! Да! Бабу, в машину, быстро! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Включить лист. Всё, нормально. Слазать к подъезду. Вы целы? Чип из броника обновил. Саш, не торопись. Саша, всё в порядке. Всё нормально. Музон. Какой-то левый. Музон. Пойди в автобус. Саша, вы нормально сработали? Товарищ подполковник Аш. Ну, Хрест, ну. Гордись, лейтенант, ты держишь в руке солдатского Георгия. Прадед Чибиса получил его посмертно в январе семнадцатого года. Толь, ну? За обеспечение ценой от собственной жизни, эвакуации тяжелораненых, нижних чинов. Толь, его надо домой везти. Он же свалится сейчас. Да, я вижу. Не надо меня домой. Везет, поехали. Всё, давай заканчивай. Поедем, поедем. А куда тебе? Спасибо. Э, вы куда? Так, сынок, не шуми, у меня по делу. Димон, пропусти. Ну, хорошо. Я вам что сказать пришла? Значит, минуту назад здесь этот Мишкин дружок объявился. И светленький такой? Он. Значит, вышел, сел на мотоцикл и по свояси. Так, может, он живёт здесь или заезжал к кому-нибудь? Милый, я точно знаю этот белобрысынечий. Говорю тебе, нечистая тут. Вера Ивановна, вот чего он всё время нечистой силой мерещится? Тебе как умному ответить или как дураку? Выбирай. Да я сейчас больше на дурака смахиваю. Значит, я тебе сейчас отвечу, как симпатичному мне мужчине. Значит так, ты жену у друга увёл, и с тех пор вы с ним в ссоре. В ссоре до мордобоя. Спросишь, откуда знаю? Жизнь прожила, по глазам вижу. Молодого не гони, он тебе ещё как-то жизнь спасёт. Ну, теперь пиши свои отчёты, рапорты, а я пойду молочка, того сего куплю. Ну, ты понял? Вижу, понял. Ты что, заснул, что ли? В смысле? Ты пять минут смотришь в одну точку. Так, мы тебя по дороге в больницу забросим. Не, батя, я домой, домой. Даже не думай об этом. Пока не пройдёшь обследование... Да дома у меня все врачи, Светка меня обследует. Саша, без Ринкина я с тобой даже разговаривать не стану. И ещё запомни, ты всё сделал правильно. Поехали! Премьера состоялась. Как прошёл спектакль? Для первого раза показатели высоки. Результат достигнут? На 50%. Что помешало? Они. Нужно поставить точку? Разумеется. Что с блоком прикрытия? Приступил к обязанностям, только... Что? Просят увеличить гонорар. Человек вырастает по мере того, как растут его цели. Да. Что ещё? Спецтехнолог, думаю, будет пытаться выйти из игры. Это невозможно. Теперь она повязана? На второй эпизод схема сохраняется? Оставьте одного, говорима. Два – это перебор. Кого изолировать? На своё усмотрение. Сквозь занавески струится рассвет. Ты не спеша открываешь глаза. Какая разница, тьма или свет. Давно наскучила их череда. Найду. Ты не заметила, просто прошла. Не различила ни яркой любви. И, обернувшись, кричишь ему вслед. Он не вернётся, зови, не зови. Бориска отпадает. Сто лет сто зим, быть только с ним. Ты обещала, ему не любя. Сто лет сто зим, с кем-то другим. С тем, кто однажды обманет тебя, не любя. Мужчина, вы не могли бы спать в другом месте? Мог бы, но меня тогда сегодня не пустили. Правильно сделали. Да, мы правильно всё с чебисом сделали. Чебис? Птица такая. Ненавижу метро. Да, мне тоже под землей. Не очень нравится. Хотите поговорить об этом? Отвори. Девушка, вы меня просто неправильно поняли. Я медведь. Оно и видно. Да нет, постойте. Это фамилия такая. Девушка, подождите, не убегайте. У нас с вами много общего. Я, например, тоже ненавижу метро. Отстаньте, я спешу. Погодите, может быть, выпьем кофе? Ненавижу кофе. А поедемте со мной в Карпас? Ты почитаешь, ведь тарские альбы. Я спешу, правда, к тому же я замуж. Я же не пьян, просто засуну. Я спасал женщин, я герой. Вот моя визитка. Майор Медведь, все официально. А ваши координаты можно узнать? Какой интерес к государству? Это закрытая фраза. Ну, в таком случае, в пятницу, после двенадцати. Позвоните мне, если передумаете. Передумаю что? Передумаете считать себя замужней. Сто лет, сто зим, с кем-то другим. С тем, кто однажды обманет тебя. Не любя, не любя, не любя, не любя. Да нет, хрящен, нет. Я смотрел. Да у тебя жуткая гематома. Ну да. Нужно же кардиограмму сделать. После такого удара могли сосуды полопаться. Господи, а если бы ты не надел бронежилет? Ну, медведь-то не надевал. Да от него пули сами отскакивают. Нет, это ты зря. Он сегодня был молодцом. Представляешь, выпил пиво со снотворным. И ничего, час работал. Сейчас дома валяется. Без задних ног. Вы хоть не подрались? Сто тридцать на девяносто. Нет, ну некогда было, а так бы подрались. Саша, может, хватит в казаков разобраться? Разбойников играть. Ну, если медведя тянет на приключения, ну пусть геройствует. Но ты-то практикующий врач. Можешь иметь свой кабинет нормальной клиники. А то что это? Кабинет психологической разгрузки бойцов. Знаю я, как они разгружаются. За четыре года с медведем насмотрелась. Свет, ну что ты себя накручиваешь? Я просто хочу иметь нормальную семью. Понимаешь? Нормальную. Все. 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 Я вчера была у нашего главврача. Он про тебя спрашивал. Так? Ну ты бы зашел к нему. Ну а что я к нему пойду? Ну просто сходи, поговори. Ну ты, в конце концов, можешь совмещать. Скажи, кто пойдет на мое место? Кому нужна такая зарплата? Ты сейчас говоришь точно, как медведь. Вы что, не можете без этого адреналина? Ведь тебя сегодня чуть не убили! Света, сегодня я. Я сам убил человека. Ты убил преступника, во-первых. И вообще, свой долг родине ты уже сполна заплатил. Что я там заплатил? Я его пополню. Ты поняла? Успокойся. Все. Он что хотел, то и получил. Черт. А с Сашей заложенцем все в порядке. Я слышала разговор дежурного врача с Анитаркой. Она говорила, что к ней привезли женщину после теракта. К ней уже психиатра вызвали. Она что, в этой больнице? Ну, видимо, да, в неверологии. Ну все, я побежала к своим больным. Все. Ну, не забудь кардиограмму сделать. Хорошо. Вы забыли, что по этому номеру можно звонить только в экстренных случаях? Каких к черту экстренных? Эксперимент вышел из-под контроля. Какой эксперимент? Это у вас в 93-м были эксперименты. Прекратите ерничать. Погиб человек. Моя схема рухнула. Схема отлично действует. И вы правильно заметили, ваша схема. Моя схема исключала трагический финал. Чем легче достичь цель, тем слабее стремление к ней. Поберегите цитаты для адвоката. Возьмите себя в руки и примите их единственно верное решение. Простите, вы к кому? Здравствуйте. Здравствуйте. К вам сегодня поступила женщина в тяжелом состоянии. Муж пытался ее убить. Да, есть такая Анна Святошина. Но к ней сейчас нельзя. Ей дали успокоительное, она спит. Я просто хотел бы поговорить с врачом, который ее осматривал. А вы что, родственник? Подполковник Чибису Боб. Да, пожалуйста, четвертый этаж налево, предпоследняя дверь. Спасибо. Здравствуйте. Подполковник Александр Чибис. Вы участвовали в освобождении заложницы. Именно так. Простите, как вас зовут? Полина Сергеевна. Полина Сергеевна, можно я задам вам буквально два вопроса? Да, только если можно покороче, потому что мне нужно идти. Вы осматривали потерпевшую Святошину? У Святошиной последствия перенесенного шока. Реабилитационный период может продлиться до десяти дней. Сейчас ее беспокоить не стоит, ваше присутствие напомнит... Нет, нет, меня интересует как раз ее физическое состояние. Последствия борьбы, ушибы, ссадины. Случай-то, в общем, непростой. Следов борьбы на теле нет. Внутренние органы в норме. Окончательное заключение можно будет сделать после более тщательного обследования в течение нескольких дней. Но вы же психиатр. Можете как-то прокомментировать этот случай? Выводы делать рано. Возможно, у нее были психические отклонения. Но этим будет заниматься следователь. Вы уже сделали свою работу. Ваш номер успешно завершен. Нет. Мой номер завершился неуспешно. Простите. Мне нужно идти. У меня лекция, меня ждут студенты. Понимаю. Ну что ж, спасибо, Полина Сергеевна. Всего доброго. До свидания. Александр Сергеевич. Стас, ты что ли? Привет, Толян. Чего к нам занесло? Вчерашний случай. А, ты ведешь это дело? Ну, мне майорлы уже отписались, можешь почитать. Гризли из отпуска отозвал. Вот так. Да к медведю у меня вопросов нет. Картины уже прессовали, так что пусть едет в свои Карпаты. А с Чибисом будет посложнее. Квартиру мы обнюхали, ничего интересного там нет. Похоже на бытовуху на почве ревности. Да не спеши ты, Стас. Парень ел себя как профи. Не сгущай краски, Толя. У потерпевшей серьезное отклонение с психикой. Ты что? Да и твой профи, похоже, с башкой не дружил. Разберемся. Давай. Ну, давай. Все будет. Сиди, сиди. Долго тебе еще? Заканчиваю. Еще одно последнее сказание. Когда же ты научишься вовремя рапорта сдавать? Бери пример Чибиса. Анатолий Романович, Пленевич после вчерашнего плющит. Пиши, пиши. Кстати, с отпуском я, наверное, погорячился. Следователь по особо важным не против. Так что можешь валить, пока они не передумали. Серьезно? Ну так я тогда сливаюсь? Лучше гор могут быть только гор. Могут, могут. Погоди, ты Чибиса видел? Сегодня нет. А он тебя искал. Поговорить хотел. Хотел, значит, найдет. Я свободен? Свободен. Стой! Сливянки Карпатской привези, понял. А как же? Вить! Вить, погоди, я в больнице с психиатром разговаривал по поводу Светошиной. И что? Никаких следов насилия у нее на теле не обнаружено. Кстати, из больницы выходил какой-то мотоциклист. Помнишь, соседка рассказывала, что у Светошина такой дружок был? Ну да. Нечистая сила. А ты не подумал, почему он именно нас вызывал на переговоры? Чибис, зачем тебе этот головняк? Допросят Светошину, все выяснят, решат без нас. По крайней мере, без меня. У меня отпуск. Гризли. Мы должны спасать, а не убивать. От меня, как от спасенного тебе, большой человеческой. И привет супруге. Моей. Угу. Счастливо покататься. Добрый день. Добрый день. У вас в отделении находится Анна Светошина. Да, но ее сейчас нельзя беспокоить, она отдыхает. Понимаю. В таком случае, когда она проснется, вам не трудно будет передать ей вот этот букет? Конечно, нет. Я даже могу его поставить в палату прямо сейчас. Большое вам спасибо. Что, когда она проснется, ей будет приятно. А что передать? От кого? Там записка. Она поймет. А. Светка. Я тебя люблю. Я тебя. А. У! У-у-у! У-у! У-у-у! У-у-у-у! У-у-у. У-у-у-у. Да. Светка, ну что, может, махнём со мной в Карпаты? Медведь, ты можешь мне не звонить? Не могу, Медведь. Дай мне трубочку. Дай мне трубочку. Не ме... Неужели ты поменяешь такую замечательную фамилию до какого-то там Чибиса? Свет, ну что такое Чибис? Птичье дерьмо какое-то. Мне надо срочно с тобой поговорить. Питя! Тьфу ты! База торпедных катеров. Алло, Виктор, это Ольга. Помните, вы мне вчера свою визитку давали? Ага. Так вас Оля зовут. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вы перестали считать себя замужней? Виктор, мне срочно нужна ваша помощь. У меня ребёнок пропал. Подождите, как пропал? Где вы находитесь? Буду через 10 минут. Второй эпизод подготовлен? Да, но... Чем дело? Может сделать паузу. Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. Засуетился в блок прикрытия. Говорит, что мало времени. Он получил аванс? Да, но... Запускайте механизм действия. Так темно, как будто никого нет. Может, пробки выбило? Или к соседям пошла? Какие пробки? Да я ей с пяти часов вечера звоню, а она в это время обычно у телевизора торчит. Ну, может, что-то с телефоном стряслось. Ой, подождите, не стучите. У меня где-то были ключи от этого дома. О, сейчас, где же они? Чёрт. Вот. Сейчас. Позвольте мне? Да, пожалуйста. Это не Денис. Спокойно. Это телевизор. Тише. 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 Чё дело? Оля, ты что здесь делаешь? Что случилось? Кто этот мужчина? Прошу прощения, Татьяна Георгиевна, что нарушили ваш покой. Вы не знаете, где Денис? Знаю, конечно. Ну? С Сашей с Денисом на дачу поехали. Так. Он ему фейерверк обещал. С ночевой сказал. С ночёвкой, значит? Угу. Замечательно. А что, ваш Саша меня предупредить об этом не мог? У нас что, телефонов нет? Я милицию сюда уже поставила, с ног сбилась, сискала их. А ты чего на меня кричишь? На него и кричи. А вся милиция? Это он, что ли? Дверь вы как открыли? У меня ваши ключи остались. Сама аферистка. Мужики твои, аферисты. Я Сашке, между прочим, с самого начала это говорила. Благодарю вас, мадам. Обращайтесь. Значит так. Внука вы больше не увидите. Давно они уехали? Не знаю. Ещё светло было. Сама такая. Спокойной ночи. Гуд бай, малыш, гуд бай. Я им устрою фейерверк с ночёвкой. А это у вас настоящий? Ну, пристрелить мужа не удастся. Пули резиновые. Будет просто очень больно. Бывшим жёнам я бы такое оружие не доверил. Простите, что я вас тянула во всё это. Я просто перенервничала. Давайте вас подвошу на вокзал. Да можно до ближайшего метро. По городу такие пробки, дольше объезжать. Я справлюсь. А хотите, я с вами на дачу смотаюсь? Вы серьёзно? У вас такой заряд гнева, сейчас там всё разнесёте. А как же ваш карпан? Да не убив. На семи часовой всё равно опоздал. Ой, а давайте я вам с билетами помогу. Спасибо, там ещё два ночных. Уеду как-нибудь. Не в швейцарские же Альпы. А в швейцарских Альпах я как раз и не была. А кофе действительно не пьёте? А кофе люблю. Остался последний пункт. Семейное положение. А вот тут чистая правда. Официально я не разведена. Официально. Официально я женат. Ну а что, я же вам говорил, что у нас с вами много общего. Начиная с нелюбви к подземке. И заканчивая ненавистью к бывшим супругам. Ну я к своей Жене очень хорошо отношусь. Она необыкновенная женщина. Ну и почему же вы тогда от неё ушли? Потянула на обыкновенных? Она ушла. Ну и чем же он оказался лучше? Он надёжный, рассудительный. Его можно ждать каждый вечер к ужину. А вы значит ненадёжный, безрассудный и гулящий? Да нет, ну женой я конечно сам виноват. Сашка то, что ей нужно. А Сашка он кто? Богатый бизнесмен? Ну почему? Мой напарник. Как в сериалах. Ну а что с обыкновенными не сложилось? У обыкновенных же две проблемы. Нечего надеть и все мужики сволочи. Ну надетьми, слава Богу, есть что. А вот со вторым я, пожалуй, соглашусь. Ну тогда резиновые пули вам не подходят. Вам нужны боевые. На мужиков-то ходить. Это ещё что такое? Сейчас выясним. Майор Медведь, угол. В чём дело сержант? Дальше проезд закрыть. Вы сидите в машине, я сейчас узнаю, что почему. Какой там адрес? А что случилось? Я с вами пойду. Вас всё равно не пустят. Я выясню, как объехать и сейчас вернусь. Сержант, что там произошло? Патя, скажи статус, чтобы он меня не дёргал больше. Не давай ему разную. Туда нельзя. А что произошло? Здорово, фантомасы. Кого пугаем? Опа, кресли. А ты откуда взялся? Ты же в отпуске. С вами отдохну. Патя, я не могу понять, шутка это или нет. Может быть, влипует. На контакт идёт неохотно. Где батя? А вон ближе к дому. С надзорным органом. Полномочия делит. Понятно. Толя, отдавай команду на штурм. Хватит с ним лясы точить. Погоди, Стас. В штурме нет необходимости. Может, он просто пьяный. Угрозы заложниками нет? Нет. А пьяницы эти баширы – это не твой профиль. Нет там никакой взрывчатки. Бизнесмен в спецназе никогда не служил. Значит, батя, ты понял? Я ещё с ним поработаю. Попробую покачать. Внимание. Приготовиться к штурму. К говорому отойти. Здравия желаю, товарищ полковник. Ты откуда взялся? Долго рассказывать. Понапли, Романч, у меня есть информация. Хозяин дома собирался для своего сына устроить фейерверку. Ну? Ну, может, просто соседи. Сплошились, стуканули. Это какая-то ошибка. Так что, в доме ребёнок? Думаю, да. Внимание, отбой. Говору на исходную. А что тут отпускник делает? Отдыхает. Дача у него тут. Ага. Зоопарк отдыхает. Хотите поговорить об этом? Стоять, гризли. Давай поподробнее. Короче говоря, у одной моей знакомой пропал ребёнок. Её бывшая свою кровь сказала, что отец забрал мальчика на дачу. Стойте, стойте. Чтобы показать фейерверк. А где мать ребёнка? Там, в машине. Да не трогайте вы меня. Я же сказал, сюда нельзя. Здесь зона оцепления. Всё в порядке, сержант. Запустите вы меня. Я сказала, мне можно. Оль, нам потребуется ваша помощь. Какая помощь? Где Денис? Что здесь происходит? Вы можете нарисовать план дома по возможности точной. Объясните мне, в конце концов, что здесь происходит? Где мой сын? Гризли, это по твоей части. Ольга, ваш муж угрожает взорвать дом. Предположительно, ребёнок с ним. Предположительно. Этого не может быть. Саша на такое не способен. Наверняка там в доме кто-то другой. Не исключено. Оставайтесь здесь, я на разведку. Садитесь, Медведь. Постарайся выяснить, у клиента нет ли с ним сына. Здесь его бывшая жена, мать ребёнка. Мальчика зовут Денис. Как понял? Я понял, понял тебя. Где самое удобное место для быстрого проникновения в дом? Я думаю, через кухню. Из комнаты она не просматривается. Если разговорится, постарайся выведать, чем он собирается взрывать дом. Слушай, может я пойду покурю, а ты сам всё сделаешь? Надо будет и сделаю. Вы что, собираетесь брать дом штурмом? Там же может быть мой ребёнок. Не переживайте, нам просто нужно уточнить все детали. Ну да, я поняла. Со слов клиента, в доме два килопластида и система управления гирза. Саша. Внимание, сапёр. Приступить. Это точно не Саша. Может, действительно это кто-то другой? Пустите меня, я по голосу могу определить. А телефона там нет? В том-то и дело, что есть, но я номер и не знаю, он уже без меня ставил телефон. Пустите меня к дому. Разрешите, товарищ полковник. Дело говорит. Внимание! К дому сопровождения Медведя направляет за женщину. Встречайте. Запомните главное, нельзя говорить «нет». В разговоре с ним нужно во всём соглашаться и обходить острые углы. Я прошу вас, постарайтесь не волноваться. Да прекратите вы все меня успокаивать! Говорите спокойно, размеренно, без суеты. Я всё поняла. Я готова. Хорошо. Хорошо. Саша, это Оля. Саша, поговори со мной. Оля? О чём поговорить? Это он. Внимание, женщина подтверждает, что в доме действительно её муж. Саша, скажи, Денис с тобой? Да. Он здесь. Саша, я могу с ним поговорить? Где он? Позови его. Он тебя слышит, говори. Денис, сынок, с тобой всё в порядке? Мам, мне всё хорошо. Внимание, в доме ребёнок. Повторяю, в доме ребёнок. А чем вы с папой там занимаетесь? Мы готовимся к первому веку. Мама скоро будет гордиться. Скоро. Очень скоро. Стоп. Есть. Что? Вижу первую посадку. Действительно постель. Оля. Саша, отпусти Дениса. Да я его не держу. Сынок, иди к маме. Мам, давай я сейчас спрячусь, но ты меня будешь искать. Только до 10 лет засчитай. Соединение несложное. Можно попробовать разомкнуть цепь, чтобы уменьшить объём детонации. Разрешите действовать? Есть. Есть. Саша, что ты задумал? Отпусти Дениса. Это не честно, ни при чём. Ты зря приехал, и я должен закончить одно важное дело. А у тебя дожонка? Я посчитаю. Саша, какое дело? 10. 9. Это обратный отсчёт. Внимание, обратный отсчёт. Я вхожу. Стоять! Женщина входит в дом. Вы там что, обалдели? Ситуация выходит из-под контроля. Вы вообще уволены нахрен оба. Погоди, Вать, есть идея. Идея у него, твою мать! Ты только что подогнал его и еду от вас. У тебя действительно идея? Да нет, конечно. Но это единственное, что может его сейчас знавить. Давай. 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 Один. Давай! Давай. 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 Есть. Оля? Как ты здесь оказалась? Кто эти люди? Ищите ребёнка. Денис! Денис! Денис, сынок! Оля! Что здесь происходит? Денис! Разве ты не забрала вчера Дениса? Солнышко, иди к маме! Денис! Пульт от кондишн. Я не вижу. Он в кармане. Не, не приближайтесь ко мне. Трубку не берите. У вас телефон с автоответчиком? Да. А почему я, собственно, не могу взять трубку? Оставьте своё сообщение после звукового... Уводи быстро из дома Ольгу с ребёнком. Ольга, уходите из дома. Бегом! Где ваш телефон? Где ваш телефон? Ты завалил его? Нет, это резинка. Саня, валим! Чёрт! Чёрт! Скажи, дед Мороз, приходил к тебе, да? Приходил! Приходил дед Мороз, да. Беседуйте с ним, беседуйте! Не давайте вспоминать об этом! Нет, нет. Ребята! Всё в порядке, отбой! 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 В порядок! Отбой! Давайте ключи, я закрою машину. Может, надо настоёнку отогнать? Да ну их, к чёрту! Пусть угоняют. Чёрт. Тихо, аккуратненько, эхо. Так, давайте я вас покормлю. Нет, спасибо. Я обычно после операции сутки не чуняю. А, ну тогда кофе. Тем более я обещала. Ну, в общем-то, фигня. Дрять съездили, ложный вызов оказался. Саша. Чего ты, Светка? Скажи, я сильно похожа на идиотку. Светенька. Что ты вдруг? Саша, ну ты же не умеешь врать. Вот и не ври. Ты думаешь, мне так будет легче? Свет, я не умею врать? Врать моя профессия. Если бы я не умел врать, как бы я вел переговоры? Да врет у вас медведь, а ты ему только поддакиваешь. В общем, сегодня все прошло гладко. Все живы? Да. Почти. Расскажешь? Да, конечно, расскажу. Хороший у вас ремонт. Дизайн. Сами продумывали. А вас это действительно интересует? Просто сразу видно тонкий вкус. Спасибо, конечно, за комплимент, Виктор, но знаете, я, в отличие от своего сына, уже совершенно взрослая девочка и адекватно воспринимаю случившееся. Поэтому не надо меня успокаивать. Меня это задевает. Слава Богу, с мальчиком все в порядке, но вы потеряли близкого человека. А я его уже давно потеряла. И сегодня на даче был вовсе не мой муж. Я видела его глаза, когда заиграла музыка. Это было уже не он. То есть, нечистая сила? А вы не верите, что на человека можно воздействовать до так, что его собственные родные не узнают? Ну, вообще-то, не очень. Маля Свекровь так сумела настроить Сашку, что у нас вся жизнь пошла наперекосяк. Это я могу себе представить, но чтоб до такой степени. А что бывают ведьмы и похлеще моей, Свекрови? Саш, нельзя же так все это оставлять. Ты работаешь в милиции? Ну, пусть они ищут этого блондина. Пусть они и расследуют. Ну, почему ты это должен? Подвергать своей жизни опасности. Вообще, я завтра сама пойду к этому вашему червонному. Ну, при чем здесь червоный? Ну, к следователю пойду. Кто вас там это дело расследует? Свет, ну, ты пойми, у меня же одни догадки. Никаких фактов нет. А им нужны факты. В прокуратуре они же не должны предотвращать преступление. Ну, к примеру, я приду и скажу, меня хотят ограбить. Они скажут, когда вас ограбят, тогда и приходите. И при этом будут абсолютно правы. Чего ты на меня так смотришь? Врач с задатками адвоката. Две самые престижные профессии в мире. А может, посидите еще в ближайший поезд? Только через три часа я звонила справочной. Вот кофе не допили. Спасибо. Пока на вокзал, пока билеты возьму. А я такси вам закажу. Оля. Да, Вить. Мне один специалист рассказывал, что стрессы снимаются двумя способами. Ну, это шоколад. Что хуже? Или секс? Знаете, Виктор, если бы вы час назад не спасли моего сына, то получили бы сейчас хорошую пощечину. Простите, я просто хотел предложить научный подход по методу... Кого? Доктора Чибиса, у нас медик. Ну, вот пусть Чибиса оставят свои методы для необыкновенных женщин. А я, увы, самая обыкновенная. Так что, когда вернетесь, можете приступать. К чему? К конфетно-цветочному периоду. Я люблю лилии и шоколад. Пойдемте, я вас провожу. Оля, я вас не обидел. Да нет, ну что вы, нисколько. Спасибо вам за сегодняшний вечер и за Дениса спасибо. Давно хотел спросить. Да. Можно я вас поцелую? У-у. Почему? А потому что спросили. Ну, дурак. Позвоните, когда вернетесь. Дурак. Здравия. Здравия желаю. Работаем. Нет, связь между фигурантами не установлена. Со свидетелями работаем. Да, вдову вызвали, но она не жила с ней последние два года. Есть, докладывать лично вам. Возникли неточности. Фейерверк состоялся? Не в полном объеме. Неожиданный привязь сил, побочные мотивы. След остался? Нет, но требуются доработки. Свяжитесь со спецтехнологом. Третий эпизод очень важен. Цель должна быть достигнута любым путем. Саша, я все время боюсь, что вот-вот что-нибудь случится. Но согласись, так жить невозможно. Выбрось все из головы. Хочешь, я завтра рапорт напишу? Угу. Если меня вообще после вчерашнего не отстранили. Не отстранят. Кто у них там работать-то будет? Ты слышишь? Что? У нас кто-то по крыше ходит. Ну, Марсик, наверное, опять сбежал через фурточку. Ну, Марсик же не может так топать. Саша, по-моему, Марсик открывает нашу дверь. Светка, брысь в комнату. Черт, я сдала. Пока все думают, что я в Карпатах, поживу у вас. Ты что, дурак, что ли? Я же тебе сейчас бошку мог снести. Медведь, ты придурок! Ты что, позвонить не мог? Прозерватит надень. У меня трубки сели. Откуда у тебя ключи? Когда я в последний раз ключи терял, лазил через балкон, мы с ней потом еще три дня не разговаривали, я заказал десять экземпляров запасных, рассовал по всем карманам. А кота зачем приволок? Чтобы завтра с утра не доставать. Не, ну это правильно. Анна Андреевна все равно не отстанет. Ладно, жрать будешь? Он никогда после операции не ест. А этот точно будет. Марсик, иди сюда. Кис-кис-кис-кис. Кофе будешь? Чайник вскипел. Извини, я с пустыми руками. Некогда было. От хвоста уходил. Саша, я все вижу. Свет, нам с Витей очень надо поговорить. Мальчики, вы что, оборзели? Уж если в моем доме скрываются две потенциальные жертвы, я хочу знать все. Помехи устранили? Один за пределами города, другой с завтрашнего дня на больничный. Запускайте активацию объекта. Блок прикрытия жалуется на возникшие сложности. Что он хочет? Просит удвоить гонорар. Для умных людей деньги – это средство. Для глупых цель. Заплати ему. У меня эта музыка до сих пор в ушах. Кроме музыки еще должно было быть что-то. Какой-то визуальный маячук. Вить, вспоминай, вспоминай. Да вроде нет. Мальчики, я пошла спать. Долго не сидите, я вас завтра рано разбужу. Давай, Светик, я допью. Медведь, я твою сумку на журнальный столик поставила. Столик. Журнальный столик. У Светошина на столике лежала газета. Какая газета, вспоминай. Спокойно, вспоминай. Ну, не знаю. Первая страница цветная. Так, газета, газета, подожди-ка. Смотри. Вот такая. Ну-ка, а вот эта? Всего больше нет. Принеси-ка мою сумочку сюда. Сейчас. Так. У меня какие-то газеты с собой. Смотри. На вокзале же покупал. Еще газета. Где-то же она мне попадалась. Да, я смотрю, рекламы тут больше, чем печатных знаков. Ну, вот она. Ради моя. Инвестиционная компания «Цель». Слушай, надо с батей говорить. Он с этим следаком из прокуратуры хорошо знаком. И с чем мы к нему придем? Скажем, нечистую силу поймали? Ну, ладно. Я через ребят из колбасного отдела эту цель пробью. Сказь занавески струится рассвет. Ты не спеша открываешь глаза. Какая разница, тьма или свет? Давно наскучила их череда. Ты не заметила, просто прошла. Не различила ни яркой любви. И, обернувшись, кричишь ему вслед. Он не вернется, зови, не зови. Сто лет, сто зим, быть только с ним. Ты обещала ему, не любя. Сто лет, сто зим, с кем-то другим. С тем, кто однажды обманет тебя. Не любя. Не любя. Кардиограмма у меня в норме. Сердце в порядке. Вот, видишь, я курю, вот. Саша приказ главный подписал. Начальство после этих двух случаев совсем озверело. Так что, как другу советую, лучше отсидеться. И гризли, чтоб не высовывался. Гризли в Карпатах. Вот и ты куда-нибудь махни. Извините. Добрый день. Дом 33, корпус 2, подскажете? А вот он. Еще прошлым летом снесли. А где тут должна была быть фермоцель? Не знаете? Ты знаешь? Не знаю. Логично. Я открываю дверь? Ну тогда все понятно. Ну и что, ты записку так и не глянула? Да глянула, конечно. Ну? Ни фига там не было. Какая-то картинка с этим, с глазом. Ну и все. Покажешь? А, ненадолго вы ее из петли вытащили. Вот полюбуйся. Ну что, впечатляет? Да бросьте. Интересно, как ей удалось из поясочка себе удавочку смастерить. Как горится с миру по нитке голому петля. Да. Да. Да, у заместителя министра тоже бывает срочная работа. Нет, у меня мобиль не разъедился. Ну все, ты меня отвлекаешь. Я тебе сам перезвоню. Дмитрий Иванович, ваш новый кабинет мебель привезли. Хотите посмотреть? Еще звонили из фирмы Цель. И кофе ваш готов. Соедини меня с Целью. Так, ребята, мне кажется, вам пора в прокуратуру. Саш. Ничего не понятно. А что психиатр же говорила? Полина, странная она. Она так себя вела, как будто эту историю сильно беспокоит. Знаешь, мне кажется, что она про меня все знает. Полностью. Нудшая профессия сканировать людей без рентгена. А сколько ей лет? Где-то под сорок. Мне все время казалось, что она что-то хочет мне сказать. Саш, у женщины кризис среднего возраста. Ты просто ей понравился. А на оперативных снимках записки уже не было. Может, кто-то заметает следы вместе со свидетелями. Как у ребенка, все в порядке? Вкусно. Ого, смотри. Третьего нет. Третий лишний. Алло, я слушаю. Алло, Ольга? Да. Здрасте, это Виктор. Как Карпата? Катаешь на лыжах, погода отличная. Как там Денис? Я подумал, что может его отправить куда-нибудь. В деревню на недельку. Покатается с горки. Папа тебе слепит снежку. Да, знаете, Виктор, я способна учениться. Денису, моя мама в броварах. И с утра его отвезла. А за беспокойство вам спасибо. Рад помочь. До встречи. Счастливо. А откуда ты эту Ольгу знаешь? Ну, Медведь, у тебя Роман, она с ребенком? Вижу, второй раз в жизни. Случайно в метро познакомились. Метро? Она что, на джипе по рельсам, по туннелям ездит? Медведь, ты же спас жизнь ее ребенку. А после того, что ты сделал с ее мужем, ты просто обязан на ней женить себя. Я, между прочим, официально еще женат. А твой гражданский муж тоже в этом участвовал. И, кстати, ей понравился. Ну, знаешь что, чип с вами не отдадим. Чипец занят. Вообще, мне пора на работу. А я в прокуратуру к Стасу объяснительную писать. А я в отпуске. Вот и плати. Продолжение следует... Дмитрий Иванович, Дмитрий Иванович, Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович. Дим, Дим, что случилось? Это я. Лиза, открой, пожалуйста, дверь. Девушка, простите, а когда будет следующая лекция у Полины Сергеевны? А больше не будет. Сейчас сессия, потом каникулы. Оп, скажите, какая была тема последнего ее семинара? Ну, пожалуйста. Стереотипы разрушения шаблона. Спасибо. Ни пуха, ни пирата. Вы куда? В 114-ю, к Полине Сергеевне. А ее нет. И не будет. Позавчера уехала, сказала, на неделю. Понятно. А куда они знаете? Они нам не докладывают. Спасибо. Убедите, как ты меня напугал. Так, а ты что здесь делаешь? То, что и ты. Ты в своем вообще? Саша, здравствуйте. Здравствуйте, Олечка. Показания давали? Да, вот странно, у вас это следователь. А чем он вас так удивил? Да все про вашего напарника спрашивала. Где познакомились, в каких отношениях состоите? У вас всегда так активно интересуется личная жизнь сотрудников? Олечка, он человек. И ничто человеческое, ему не чуждо. Ну, разве что? Полина ваша, спинтелька на больничном. Я адресили и выключила. А ты как нашел? Ну, я, допустим, пробил по базе. Она при совке на контору работала. Так, надо искать твоего чибиса. Ой, Вить, я надеюсь, ты чибису не скажешь, что я здесь была? Я, может, не скажу, но ты дура полная. Все равно дура, не подлизывайся. Извините. Да, Саша, я побежала. Вам удачи. Спасибо вам за сына большое. До свидания. Алло. Я сейчас от Стаса выйду и наберу тебя. Да, я понял. Все, пока. Пока. Все равно не могу понять, каким образом нужно воздействовать на человека, чтобы он совершал не свойственные для себя поступки, но еще точно по расписанию. А что тебя, собственно, в этом удивляет? Я вот постоянно воздействую на чибиса. Пока поддается. Иногда даже точно по расписанию. Да, он у тебя за зомбиру. Ну вот, видишь, ну что, ты был у следователя? Да, объяснитель он написал. Вот и все служебное расследование. Понятно. Ты мне лучше расскажи, что ты про все это думаешь. В смысле? Про Полину, про Святошину. Понимаешь, лет восемь назад у нас на курсах повышения квалификации один старичок читал конфликтологию. А, Лавренчук, я помню, когда ты тоже к нему на лекции бегала. Тогда это модно было, ННП и все такое. Так вот, он подписку давал на 10 лет, а не разглашение, но к тому времени срок уже прошел. Он рассказывал, что перед самым развалом Союза было организовано три секретных группы по нейролептикам. Ну подожди, у Святошина в крови ничего не обнаружено. Да в том-то и дело, что была еще четвертая группа, которая другим занималась. Зомбирование отдельных товарищей, больших групп, всякое прочее, понимаешь? Ты хочешь сказать, что сегодня кто-то пытается применить совковые разработки? Ну я не знаю, но очень на это похоже. Ну а мы зачем? Мы же только мешаем. О, а если это испытание? Они нас проверяют на прочность. Думай, гризли. Медведь, ты, мне кажется, Карпата звал. А что, может нам махнуть втроем на лыжах покататься? Мальчики, вы хоть понимаете, куда вы нос суете? Вы что, хотите мир переделать? Саш, медведь! Я хочу найти ту сволочь, которая из меня пытается сделать подопытного кролика. Угу. Чтобы она из тебя сделала фаршированного? Заберите продукты. Я еще по делам, увидимся дома. Пойдем. Если в начале 90-х велись разработки, должен был быть широкий шумный эксперимент. Тогда все делали с размахом. А проверять нужно было не в тепличных условиях, не в лаборатории, на народе. Должны были быть какие-то беспорядки, я не знаю, митинги, демонстрации дурацкие. Да ну какие там митинги и демонстрации? На митингах давали по бутылке водки, вот тебе и все зомбирование. Ну да. Ну я не знаю, тайные общества, секты какие-нибудь. Не, сэй, я новым названием не доверяю. Лучше проверено. Как ты говоришь? Секта. Надо бы глянуть в видеоархивы, так даже об этом все каналы трубили. У тебя есть знакомые телевизионщики? Точно, есть одноклассник. Гадость вкусная. Что за водочка? А, белый брак. Еле откопал. Нашего канала тогда еще не было. Пришлось коллегам обращаться на государственный. С меня причитается. Да ладно, Витек. Ладно, ты не скромничай. Слушай, нам надо будет кое-что на диск загнать, это реально. Без вопросов. Стоп. Вот они, родимые. Ну-ка, мотай вперед. Ребятки, я побегу. Подводки начитаю. Игорек вам поможет. Спасибо. Стоп. Чуть-чуть назад. Теперь не торопись. Еще, еще. Матерь Божья. Полина. Психиатрша? Она самая, стоп. Вот она, где нечистая, ты скрывалась. Вы видите, в окне шестого этажа стоит человек. Во всей видимости, это высокопоставленный... Порядок состоялось? В лучшем виде. Смотри, что творится. Наши прямой репортаж ведут. Мы остаемся здесь и продолжаем следить за развитием событий. Я прошу оператора... А, вот и министр появился. Сейчас наших уберут из эфира. Войди меня! Войди меня! До министерства подъехали спасатели МЧС и бойцы спецподразделения СОКОЛ. Чиновник продолжает оставаться на карнизе. Ты больше не будешь... Сидите в органах, выкиньте меня! Жить рядом со мною! До сих пор неизвестна причина, по которой он там оказался. Сейчас эти клоуны уговорят его спрыгнуть. Вы меня узнаете, Дмитрий Иванович? Шаблон, шаблон, надо разрушить шаблон! Все, я понял! О чем ты? Надо выбить его из равновесия. Против обычной тактики переговоров он устойчив. Вот, что она хотела мне сказать! Сань, кто она? Не понял. Кто, кто? Полина, я потом тебе все объясню. Надо же спасать этого дядьку! Надо. Смотри. Ты давай не светись, а я попробую кое-что выяснить. Сам не светись. Еще не в такие дыры проникали. Я из УБОПа МВД. Мне надо побеседовать с пострадавшей. Оставьте нас, пожалуйста. Я не пострадавшая, а секретарь Дмитрий Иванович. Вам с ним нужно разговаривать, а не со мной. Сделайте что-нибудь, он сейчас прыгнет. Ребята, УБОП. Я с вами. Вы поймите, это очень важно, иначе я ничем не смогу вам помочь. Но об этом вообще никто не знал. Жена? Жена знала? Жена знала. Дима собирался разводиться. Дмитрий Иванович, вы, Идиан, устаёте? А были какие-то телефонные звонки с утра? Звонила его жена. Звонили из фирмы Цель. Дмитрий Иванович! Дмитрий Иванович, сейчас к вам поднимется ваша супруга. Дмитрий Иванович, а нахуй не дам! Ох, мне пора. Да, Лиза, у вас есть какие-то особые приметы, о которых мог знать только он один? М-м-м, есть. Какие? Козёл, старый! Вот иди, оказался! Полетать захотелось! Да! Ну, сейчас у меня полетаешь! Это ваш сотрудник? Что он вообще там делает? Ты знаешь, что я с Лизкой уже пять лет живу! Что тебе надо? Кто вообще руководит операцией? Может, она тебе ещё показывает моё любимое родимое пятно на левом ведре? А, сука! Что ты влёшь? Ради меня! Ради меня! Стоять! Стоять! Как ты сюда попал? Вот это уже лучше! Ребята, ну-ка отпустите его! Нам поговорить надо. Что вообще происходит в моём кабинете? Лиза? Лисонька! Лиза! С Лизой всё в порядке? Оп! Она ждёт там, внизу! Дмитрий Иванович, у нас очень мало времени. Скажите, с кем напрямую из фирмы Цель вы общались? Э-э-э-э! Завтра с рапортом! У меня восемь утра! Слушаюсь, товарищ генерал! Объект изолировать. Все группы на базу. Ну, потаинь, ребят. Ты не засветился? Я-то нет, а вот тебя во всех новостях покажу. Слушай, пока этот парень не повесился, как Светошин, надо к Стасу идти. Диску туда? Да, с их пареньки. Стасович, свалил. Давай в контору поедем. Может, мы его в кабинете и найдём. Я смотрю, горный воздух пошёл вам на пользу. Олечка, я потом всё объясню. Нам нужно отсюда слинять в интересах государства. Садись. Сань, садись. А можно и мне с героями покататься? Свет, ты откуда? Я цирк с детства люблю. Ты не знал? Копперфиль по сравнению с вами уже отдыхает. Вы с медведем давно можете больше, чем он, зарабатывать. Олечка, это моя бывшая жена Света, необыкновенная женщина. Ольга, очень приятно. Извините за вторжение. Да нет, ничего, куда едем-то? В прокуратуру. Ну, наконец-то. Поехали в прокуратуру, правда, я там сегодня уже была. А может, лучше в Карпаты. Говорят, горные лыжи лучше, чем здание министерства. Ну, если нужен адреналин. А что, я ему уже предлагал? Оля, поехали сами. Ну, что мы себе на курорте мужиков, что ли, не найдём? Отличная мысль. Гризли, слушай, они нас что, шантажируют, что ли? Сань, не поддавайся, они блефуют. Свет, скажите, а вам Виктор тоже врал, что он на курорте, когда уходил людей спасать? Нет, мне он врал, что людей спасает, когда дома не ночевал. Стоп! Олечка, пожалуйста, здесь тормозните. Сань, я понял. Надо разрушить шабло. Разрушай. Я мигом. А что случилось сейчас? Он часто так исчезает? Нет, просто гризли, как все медведи, непредсказуем. Так что привыкайте, Олечка, привыкайте. Оля, это вам. Тут вот лилии, ну и шоколад. Так приятно. Ты делаешь успехи. Может, мне к тебе вернуться, а? У вас... Слушай, хочешь, я сейчас за цветами сбегаю? Нет уж, поехали в прокуратуру. Тогда в прокуратуру. Операция сорвана. Я смотрел новости. Откуда они взялись? Они что-то пронюхали. Пуля, просвистевшая на дюйм от цели, не более полезна, чем та, которая не вылетела из ствола. Говорунов устранить. Спектакль состоится при любой погоде. Стоп! Ты чё? Чё-чё-чё. Это Стас. Он при делах. Быстрее пошли отсюда. Пошли, пошли. Пошли, 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 пошли. Так, значит, это Стас брал записку из палаты Святошиной. Это он контролирует ситуацию. Ты думаешь, он и есть основной заказчик? Он просто крышует. Но, скорее всего... Ребят, можно брать тёпленьким. Да. Алло. Полина Сергеевна? Да. Откуда вы узнали мой номер? Я знаю практически всё о вас и о вашем напорнике. Вам угрожает опасность. Нам необходимо встретиться. Так, понятно. А где? В квартире Святошина. А как вы там оказались? Около Южного вокзала. На подземном паркинге стоит моя машина. Чё хочет? Нет, машина понадобится. Я уже полгода не сажусь за руль. Поли... Ну вот и славненько, дорогая Полина Сергеевна. Вам всё равно не удастся активировать последний эпизод. Я изменила схему. Вы проиграли? Эпизод уже активирован. С вами было приятно работать, Полина. Ну давай прокачем. Ключи в бардачке. Ключи давай, шумащик. Не нравятся мне все эти шпионские страсти. Чё ты взял, что этой Полине можно верить? Ну ты знаешь, это она мне подсказала про разрушение шаблонов. Подсказала. Что она с тобой? На карниз лазила? Она просто информацию оставила в том месте, в котором я точно должен был появиться. А чё она поперлась? На опечатанную квартиру Святошина. Ну вот это как раз логично. Там-то искать никто не станет. Сколько, ты говоришь, она не садилась за руль? Сказала, что полгода. Что это за газета? Новая городская. За вчерашнее число. Прихвати с собой. Может там ещё будет какая-нибудь подсказка? А это схема метро. Зачем, спрашиваете, в автомобиле схема метро? Я не знаю. Не люблю метро. Тормозни там. Ага. За сигаретами спрягаю. Есть. Пожалуйста, недолго, потому что у нас времени нет. Из машины быстро! Понял! Жив! Не дождёшься. Вот он, я. Вито, вито! Ситя, выбирай мой магазин, у тебя на связи. Я понял. Мы свернём. Поберегись! Саша, он в соседнем ряду. Эээ, сюда нельзя. Уже можно. Где охрана? У них инструкция. Это хорошо. А вы кто? Где громкая связь? Вот микрофон. Быстро включили. Уважаемые покупатели, в первой секции вы можете приобрести любой товар с 78% скидкой. Спасибо. Саша, я его зажал в угол. Именно перерез, не через второй ряд. Вот так! Молоток, иду к тебе. Ребята, вы что? Идиот! Идиот! Ребята, спокойно, это милиция. Ребята, спокойно, это милиция. Ребята, спокойно, это милиция. Держи. Ребята, спокойно, это милиция. Сказал же, милиция! Извините, что так получилось. Охрана сработала. Ничего, нормально, у вас охрана, профессиональный. Вас довезут, куда скажете. Ладно, шумахер, не сердись. Езжай. Выбрось, пойдем. Здравствуйте, Юра Ивановна. О, здравствуйте, солдатики. Молодцы, что помирились. А что я говорила? Пошли. Вера Ивановна, скажите... Они чистые, между прочим, до сих пор в твоей квартире есть. Вот так. А вы кого-нибудь видели? Может, светленький заходил? Или женщина какая-то заходила? Видите, я не видела. Я только чувствую, там она. Кто она? Ой, кто? Да ну тебе, говорю же, не чистые. Ну, конечно. Вы девчонок своих поберегите, волнуюсь я за них. Да, и в квартире эта беда вас ждет. Так что, ну и помощь какая-то. Если будете вместе, победите. Обязательно. А я пошла. Похоже, опоздали. Любимая квартира. Вот-вот. Все понял тебя, Саша. Понял. Ждите группу. Только без самодеятельности. Бать, ну мы тут тоже не в игрушки играем. Пока. Слушай, покажи-ка карту, которая из газеты в машине выпала. Вот и подсказка. Место и время. Это ж Светкин маршрут. Думаешь, время взрыва? Я надеюсь, что это время активации. Правильно, активации. Все будет точно по расписанию. Не надо никуда звонить. С вами было приятно работать. Стой. Светке звони. Сейчас. Алло. Алло, Свет. Ни в коем случае не спускайся в метро. Я в метро спускаюсь. Алло. Связь пропадает. Черт. Она уже в метро. Погнали. Давай. И реклама, а также калькуляторы на солнечных батареях. Внимание, новая городская... Ой, Оля, привет. Привет. А где твоя машина? Да я ее на улице бросила. Там просто чета на полтора. А, понятно. Слушай, ну что, Витька тебе звонит? О, знакомый номерок. Привет, Стас. Узнал, дружище. Хочешь поговорить? Алло, Стас. Стас. Давай поговорим. Приклади на полу. Шариковые ручки. Смотрим, приобретаем. Шариковые ручки. Калькуляторы. Отличные пальчиковые батарейки. Четыре по цене трех. Микрокалькуляторы. Молодой человек, возьмите деньги за газету и заберите калькулятор. Он не работает. Он отлично работает. Вы только что активировали взрывное устройство. Исполнительное устройство заряда у одного из нас. Только никто не знает, в каком вагоне. Если машинист не остановит поезд в тоннеле, значит взрыв произойдет на станции. Всем понятно? Остановите состав! Нужно остановить состав! Да не болтай быстрее! Машинист 67-го. Почему стоим на перегоне? Машинист 67-го. Почему стоим на перегоне? Требования террористов. Состав заминирован. Ситуация 202. Повторяю. Ситуация 202. Передайте им, чтобы сообщили свои требования. Передайте, чтобы через 27 минут в тоннель привели начальника коммерческого управления метрополитена Бориславского Андрея Викторовича. Его должен сопровождать работник станции. Ай-я-я. Ай-я-я. Так. Так. Мы в туннеле. Да есть, мы заминировали поезд. Да какие шутки, весь поезд взяли в заложник. Они почти в каждом вагоне. У одного из них пульт управления, а у кого я не знаю. Кажется, я знаю у кого. Минуту. Алло. Алло. Алло, Саша. Алло, Шветочка? Да. Мы тут с Олей в вагоне. Ольга-то отказалась. Не волнуйся, солнышко, все в порядке. Мы с Витькой тут, рядом. Скажи, пожалуйста, что он продает? Газеты. Какая газета? Новогородская. Это он. Я только хочу тебе сказать, Светуль, ты только не... Черт, связь пропала. Давай, 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 давай. Можно установить связь с каждым вагоном? Алло, да, Чибис. Саша, слушай внимательно. В управлении метрополитена чиновник по имени Андрей Викторович Бориславский никогда не работал. Это она. Олечка, постарайтесь определить, в каком вы вагоне. Я так не могу сказать. Пусть махнет рукой. Махните в окно рукой. Есть. Третий вагон. Если чиновника не существует, значит, его надо придумать. Давай. Ломать стереотип. Я попробую с ним поговорить. Ты с ума сошла? Один раз я уже это делала. Лепим горбатого, гоним пургу по полной. Я надеюсь, что эти зомби повырубаются. Моя фамилия Бориславский, уважаемые пассажиры. С завтрашнего дня значительно снижаются тарифы. Сейчас привезут начальника и нас отпустят. А зачем вам начальник? Он все равно ничего не решает. Семен Аркадьевич, здравствуйте. Поздравляем вас с присвоением вам звания заслуженный работник торговли метрополитена. Да не слушайте вы ее. Она любовница этого начальника. Что ты несешь? Дура. Да сама ты дура. Хотите покурить? У меня крепкие. А, кстати, у него без фильтра. Курите. Я не Семен Аркадьевич, я не гул. Вам сейчас помогут. Первый чисто. Первый чисто. Слушайте, дайте мне пульт. Я умею им пользоваться. Да не давайте ей ничего. Она же сумасшедшая. Вы что, не видите? Сама ты идиотка. Да заткнись. Да сама заткнись. Пульт давайте. Мне давайте. Второй чисто. Второй вагон чисто. Товарищи, позавчера в этом вагоне мне продали позапрошлогоднюю газету. Посмотри, что ты сделал с человеком. Ты же мне испортил досуг, козел. Товарищи. общий номерок. Его пробили? Да. Какой-то заводик. На том берегу. Развалюха. Понятно. Девочки, вы давайте со всеми, а нам с Аней надо по-короткому. Оля, я вам... Я вам позвоню. Черт, а с два. Нам тоже надо по-короткому. Виктор, я вам не говорила, что кроме метро я ненавижу еще ждать, когда они позвонили. Давайте, давайте. Ты хоть пообещай девушке, что ты на ней женишься. А то опять уедешь в Саи-Карпат, а она там и не узнает своих серьезных намерений. А ты не лезь в мою личную жизнь. Я сам разберусь. Моя машина. О, это мы удачно вылезли. Смелее. Уверен, кроме моих пальчиков ничего не найдем. Да ты что, вы не трогайте меня. Да как вы женщинами обращаетесь. Да пусть это не трогаетесь. Знаешь что, пусть девчонок пропустят, а то они сейчас пацанов порут. Женщины страшная сила. Как не узнала ты, встретив любовь, не различила ни ярких примет. И, обернувшись, кричишь ему вслед. Но для тебя его больше нет. Сто лет, сто зим быть только с ним Ты обещала ему, не любя. Сто лет, сто зим с кем-то другим С тем, кто однажды Обманит тебя Не любя 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 Сто лет, сто зим Быть только с ним Ты обещала ему, не любя Сто лет, сто зим С кем-то другим С тем, кто однажды Обманет тебя Не любя